Видео представлено сайтом onlinegdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание под номером 592 Подсчитайте, сколько различных разверток имеет куб Для решения этой задачи можно рассмотреть фигуры гексамино Задача 591 Давайте эти фигуры гексамино мы сейчас с вами рассмотрим Итак, всего их 35 И давайте рассмотрим куб Вот такой маленький кубик Мы с вами знаем, что любой куб имеет 12 ребер Потому что одна грань связана со второй гранью И вот они соединяются по ребру И получается всего, поскольку есть у нас 6 граней И 12 ребер Для того, чтобы получить развертку Нам нужно некоторые ребра будет разрезать Давайте посмотрим на рисунок нашего куба Допустим, давайте разрежем вот это ребро Вот это и вот это, чтобы отделить верхнюю часть Верхнюю грань Дальше разрежем вот это и вот это, чтобы с правой стороны отделить грань И затем слева грань Так, и что мы получим в результате? И получится у нас вот такая вот разверточка Где у нас эта фигура гексамино? Вот она у нас посерединочке Вот это наша фигурка Итак, смотрите, сколько ребер мы разрезали Если мы посчитаем, получается, что мы разрезали 7 ребер А 5 связей у нас осталось То есть, вот смотрите, одна связь, вторая, третья, четвертая и пятая В принципе, если мы посмотрим, то так и есть Чтобы нам получить развертку, которую мы ищем Любую из этих разверток, которые мы ищем Нужно 7 ребер разрезать И чтобы оставалось только 5 связей Давайте на этом рисунке выделим, где есть фигуры У которых вот есть именно 5 этих связей Но если вы посмотрите, то они все таковыми являются Потому что у них 6 элементов и 5 связей Итак, поэтому если мы внимательно посмотрим на нашу разверточку куба То мы увидим, что она у нас симметрична То есть, справа и слева у нас одинаковое количество квадратиков Симметрично, то есть, с одной стороны один квадратик И с другой стороны один квадратик Есть ли еще такая же развертка, которая тоже будет симметрична Если мы проведем вот так по середине линии То есть, справа и слева будет одинаковое количество квадратиков Да, такая разверточка у нас есть Вот эта вот она И действительно, если мы посмотрим Здесь вот 7 разрезанных грани И если мы все свернем, то будет так же, как и в первом случае То есть, эта развертка тоже будет являться разверткой куба Вот мы с вами нашли уже 2 развертки Так, вот они у нас есть Теперь смотрим дальше Опять-таки, симметрично, если мы будем смотреть То есть, средние вот эти квадратики, которые мы выбрали Допустим, это будет у нас линия И с двух сторон должны быть симметричные То в принципе, как мы увидели И как мы будем подбирать и смотреть с вами То любая эта развертка будет являться разверткой куба Давайте посмотрим на наши фигуры гексамино Какие еще есть из них Такие, чтобы вот среднюю линию мы провели И справа и слева осталось одинаковое количество у нас граней Ну, сразу мы видим вот эту фигурку Да, потому что если вот здесь мы проведем линию Отсюда и отсюда, вот по одной грани остается То есть, это тоже будет развертка куба Смотрите, в принципе, я говорю это все на словах Вы можете вырезать это на бумаге, распечатать Или сделать просто из бумаги по клеточкам И свернуть куб из всех этих разверток Которые мы с вами сейчас будем смотреть И убедиться, скажем так, уже на практике Итак, третью развертку мы с вами нашли Дальше смотрим Вот еще есть такая вот развертка Тоже симметрично Точнее, не симметрично Симметрично это когда из права и слева на одном расстоянии А находится из права и слева одинаковое количество граней Да, вот так правильнее сказать Вот это, да, если смотреть от середины То одинаковое количество граней справа и слева То есть, тоже будет эта разверточка Давайте их отдельно вынесем Так, пять есть уже Смотрим дальше Давайте, может быть, будем смотреть, какие фигуры не являются Вот первая фигура на ней является, да Вторая тоже нет Третья нет Вот эта нет Нет Ну, почему нет, да, вы понимаете То есть, если мы возьмем вот это как за середину То у нас только справа будет два кубика Получается, что это не подходит нам Это развертка Хотя, возможно, и не факт Нет, давайте, наверное, не будем зачеркивать А все-таки пока просто поищем вот эти развертки Которые относительно середины Будут с одинаковым количеством граней с двух сторон Вот она, одна еще такая фигура Да Если мы возьмем посередине Справа и слева одинаковое количество граней будет Вот она Вообще, в этом задании лучше экспериментировать Брать эти кубики, разрезать и смотреть, что с ними будет происходить Вот таким образом я нашла еще пять разверток Конечно, их искала я другим способом То есть, просто брать и разрезать какие-то семь ребер Да, чтобы оставалось пять связей Но семь ребер были разрезаны разными способами Просто нужно делать это разными способами И тогда у нас получится еще пять таких вот разверток Если мы посмотрим на фигуры 7 и 8 Конечно, они совсем не симметричны Относительно ничего Поэтому здесь просто нужно разрезать ребра И, ну вот, из целого куба Ну, девятое, понятно, мы с вами видим Что если вот здесь посмотреть, то с двух сторон То есть, как бы девятое, десятое и один Ну, вот одиннадцатая тоже, да С этой стороны два, с этой стороны один Тоже как бы не подходит под симметрично Относительно количества Вот, но, хотя также одиннадцатая развертка является разверткой куба То есть, еще раз повторю Это все нужно делать только практически Взяли кубик, разрезаем И смотрим, какие разверточки получатся Ну, хочу сказать Либо можно распечатать вот эти фигуры гексами Ну, и взять с них лепить куб Получится, не получится Вот, одиннадцать кубов у вас должно все-таки получиться На этом задание мы с вами решили Если вам понравилось видео, ставьте лайк И обязательно подписывайтесь на наш канал Если остались какие-то вопросы Задавайте комментарии к этому видео И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях Спасибо за внимание До встречи в следующем видео